13 апреля под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состояло заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале 2014 года и предстоящим задачам. Во вступительной речи президент Ильхама Алиева отметил, что страна динамично развивалась и в первом квартале 2014 года. Экономика выросла на 2,5%. Увеличились объемы внутреннего валового продукта. Удельное вестрение нефтяного сектора в экономике. Глава государства сказал, что были продолжены меры по диверсификации экономики. В центре внимания находилось решение социальных вопросов. Вклады на вселение банков увеличились более чем на 20%. Среднемесячная зарплатная оплата повысилась почти на 7%. Выросли валютные резервы, которые в настоящее время составляют 53 миллиарда долларов. Президент Ильхама Алиева отметил, что основные экономические параметры страны очень позитивны, и это позволяет с оптимизмом смотреть будущее. Глава государства сказал, что в первом квартале была успешно реализована программа медицинского обследования населения. За последние два месяца диспансеризацию прошли 4 миллиона человек. Он отметил значение третьей региональной программы, а также государственных программ социально-экономического развития Баку и окрестных поселков, а также государственных программ социально-экономического развития Баку и окрестных поселков. Президент Ильхам Алиев сказал, что за три месяца года были приняты меры по развитию предпринимательства, дальнейшему улучшению бизнес-среды. Отметив позитивную инвестиционную среду, он подчеркнул, что внутренние инвестиции превышают зарубежные. Глава государства сообщил, что в настоящее время внешний государственный долг Азербайджана составляет 8% внутреннего валового продукта. Президент Аль-Хамалиев отметил, что в первом квартале года Азербайджан еще больше укрепил свои позиции в мире. «Наша внешняя политика открыто принципиально опирается на международное право и справедливость», — сказал глава государства, подчеркнув, что все это вызывает большое уважение к стране. Отметив, что с начала года в ходе зарубежных визитов на международных мероприятиях с его участием, он вновь стал свидетелем высокого значения предаваемого Азербайджана. Президент Аль-Хамалиев подчеркнул, что встречи в двустороннем формате прошли плодотворно. Говоря о нагорно-карабахском конфликте, глава государства отметил, что к Армении уже давно должны были быть применены санкции. Так как Армения оккупировала 20% азербайджанских земель, провела политику этнической чистки, нарушила четыре резолюции Совета безопасности ООН, учинила худжалинский геноцид. Президент Аль-Хамалиев отметил, что продолжаются меры по созданию сильной армии, которая оснащается современным вооружением и боеприпасами. Затем выступили министр налогов Фазиль Мамедов, министр энергетики Нати Калиев, министр образования Микел Джабаров, которые доложили о проделанной в первом квартале года работе и предстоящих задачах. В заключительной речи президент Аль-Хамалиев дал поручение про продолжение реализации социальных инфраструктурных проектов, направлению зарубежных инвестиций, приоритетные для страны сектора, усилению поддержки развития предпринимательства, обеспечению продовольственной безопасности. Глава государства сообщил, что в ближайшее время будет издано новое распоряжение о дальнейшем углублении реформ в сельском хозяйстве. Президент Азербайджан сказал, что численность населения страны достигла 9 млн 500 тыс. человек. Реализуются проекты по развитию нефтяного сектора и промышленности. Глава государства отметил, что в ближайшее время будет издан в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Гейдар-Алиев. Кроме того, будут продолжены меры по улучшению облика столицы, состояния городского транспорта. Проводимые меры также охватят строительство армии. В центре внимания будет находиться реализация инфраструктурных проектов в этой области, в том числе решение проблем инвалидов и ветеранов Карабахской войны. Президент Аль-Хамалиев отметил, что работа в ненефтяном секторе проводится на высоком уровне. Начата реализация проектов ТАНАП и ТАП, дал поручение по охране окружающей среды и прекращению действий, связанных с незаконной вырубкой деревьев. Глава государства сказал, что в этом году страна вступила в решающий этап подготовки к первым европейским играм. Подчеркнул, что Азербайджан намерен провести это международное спортивное мероприятие на уровне летних олимпийских игр.